Это время мы не забудем никогда, как время самого большого напряжения сил и нашей победы. День, когда Крым вернулся на родину. В ноябре 2013 года в Киеве начался Евромайдан, акция против законного правительства, которая привела к массовым беспорядкам. В коктейлях Молотова, которые националисты бросали в невооруженных милиционеров, сгорела спокойная жизнь и само государство Украина. С тревогой крымчане смотрели на то, что происходит в стране, понимая, что скоро подобное ждет и наш полуостров. Первые столкновения в Симферополе с подготовленными к вооруженному захвату экстремистами показали, что крымчане готовы отстаивать свое право на свободу. Жители Керчи поддержали этот единственно верный выбор. Но все понимали, в одиночку не защитить то, что дорого каждому из нас. Крыму нужна была помощь. И она пришла. Из России. Глядя на колонны военной техники, которая шла через город, на российских бойцов, ставших на защиту полуострова, Керчане увидели, надежды оправдались. Мы уже не одни. 16 марта 2014 года, в день референдума, несмотря на проливной дождь, десятки тысяч жителей города шли на избирательные участки, чтобы обозначить свой выбор – возвращение в Отечество. В пункты голосования пришли 94% горожан. Немыслимая до этого активность людей. Более 90% пришедших на избирательные участки однозначно высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Это была победа. В этот день на городской площади взвился российский триколор. Теперь уже навсегда. 18 марта в Москве был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. И говоря об этом событии, не подобрать лучше слов, чем сказал президент России Владимир Путин. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам в порт постоянной приписки в Россию. В эти непростые дни керчане показали неравнодушие к судьбе полуострова и родного города, стремление к свободе. Мы достойно прошли этот сложный этап, сделали первый, но самый важный шаг для будущего Керчи. КОНЕЦ